Окашивание произведено, уборка сама произведена, техническая, но он все равно успел отбросить семена и вот идут очаги. Инспектор Химкинского земельного контроля показывает, как не стоит очищать территорию от борщевика. Чтобы избавиться от сорняка навсегда, его должны были обработать химией. Здесь же владелец участка лишь скосил борщевик, и растение вновь дало о себе знать. А владельцу участка придется опять тратить силы на уничтожение сорняка в следующем году. В октябрь месяц он поднялся до 20-30 сантиметров. Соответственно, это будущие поросли, здесь будет большой достаточно очаг. А этот борщевик достиг высоты в 3 метра, его даже не пытались скосить. Владельцу участка выписали крупный штраф. Мы выезжали, соответственно, фиксировали борщевик, направляли уведомления собственнику. Повторно мы перед заседанием выезжали фиксировать, предпринимались ли какие действия по удалению борщевика. Соответственно, как видите, действия не были предприняты, и было вынесено решение о наложении уже большого штрафа в размере 700 тысяч рублей. Территория в квартале Яковлева, близ аэропорта Шереметьево, у инспекторов на особом контроле. 20 лет назад борщевик здесь выращивали в качестве корма для скота. А теперь опасный сорняк стал проблемой для новых владельцев земли. Это три десятка юридических лиц. Главная наша задача – это не покарать, а предупредить проблему. Мы стараемся разъяснить ситуацию, показать людям, что нужно делать, когда, даем обязательно памятки какие-то информационные, в какой период это все делается. По словам начальника управления земельных отношений, в Химках борщевика немного по сравнению с другими муниципалитетами. В основном он паразитирует в квартале Яковлева, Старбеева и Вакина, где в прошлом землю использовали для сельхозработ. Благодаря усиленной работе комиссии муниципального земельного контроля, в этом году удалось привлечь к ответственности практически всех собственников участков, которые не позаботились об уничтожении сорняка. В 2020 году на территории городского округа было выявлено всего 7 случаев произрастания борщевика. В 2021 году их было выявлено уже порядка 50. Штрафы для физических лиц достигают от 1 тысячи рублей до 5. Для юридических лиц они уже значительно больше – от 150 тысяч до миллиона. Следующая крупная проверка инспекторов пройдет уже в июне, после того, как владельцы участков, которых уже оштрафовали, проведут уборку территории от борщевика весной. И в случае невыполнения работ физическим лицам будут грозить повторные штрафы, суммы которых теперь будут максимальными. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова